Здравствуйте, дорогие восьмиклассники! На прошлом уроке мы с вами познакомились с обращением и узнали, что обращение это такие слова, которые грамматически не связаны с членами предложения. Сегодня мы продолжим изучение этой темы, то есть изучим слова, которые тоже грамматически не связаны с другими членами предложения. Я предлагаю вам прослушать стихотворение. От них кружится голова, они мешают суть сберечь и замедляют нашу речь. И все же удобны, потому что выдают легко другим, как мы относимся к тому, о чем, смущаясь, говорим. Мне скажут «к счастью» и потом пусть что угодно говорят. Я слушаю с открытым ртом и радуюсь всему подряд. Меня, как всех, ни раз, ни два спасали эти вот слова. Слова во-первых, во-вторых, они давали повод не спеша собраться с мыслями, пока не знаю, где была душа. Что же это за слова, ребята? Оказывается, это вводные слова. Возьмите вводные слова. Тема нашего сегодняшнего урока – вводные слова, предложения, вставные конструкции и знаки препинания при них. Понаблюдаем. Правительство нашей страны без сомнения принимает все возможные меры для предотвращения распространения коронавируса. Этот вирус очень опасен, следовательно, нам не нужно выходить из дома. По словам журналистов, медики разрабатывают вакцину от вируса. Мыло, можно сказать, самое эффективное профилактическое средство от коронавируса. Естественно, что конец пандемии – дело времени. Ребята, как вы уже успели заметить, красным цветом у нас выделены слова, при помощи которых мы выражаем наши отношения к тому, что мы говорим. Например, в случае без сомнения, я выражаю свою уверенность в том, что наше правительство принимает меры по предотвращению коронавируса. Или же, по словам журналистов, здесь я указываю на источник сообщения, с чьих слов я говорю об этом. Или же, естественно, что конец пандемии – дело времени. При помощи слова «естественно» я выражаю уверенность в том, что конец будет. Итак, вводные слова. Это такие слова или же сочетания слов, при помощи которых говорящий выражает свое отношение к тому, о чем он говорит. Вводные слова, как я уже сказала вам, не являются членами предложения и могут иметь разные значения. Вводные слова произносятся с особой интонацией, а на письме они выделяются запятыми чаще всего. Вводные слова, как вы уже успели заметить, могут стоять в начале, в середине или в конце предложения. И в зависимости от того, какую смысловую нагрузку несут себе вводные слова, их подразделяют на несколько групп. Итак, рассмотрим эти группы поближе. Первые две группы, меньшая и большая степень уверенности, можно объединить и сказать, что вводные слова выражают различную степень уверенности, большую или меньшую. Меньшая степень может быть, наверное, возможно. Большая степень, конечно, бесспорно, несомненно. Различные чувства к счастью, к сожалению, к огорчению. Источник сообщения по-моему, по-твоему, по сообщению, например, синоптиков, на мой взгляд или по моему мнению. Порядок мыслей, во-первых, во-вторых, следовательно, и так. А также способы оформления мыслей. Иначе говоря, одним словом, таким образом, мягко говоря, лучше сказать. Ребята, а вот эту группу мы очень часто, сами того не замечая, используем в нашей речи для привлечения внимания слушателей. И говорим, извините, простите, допустим, скажем, представьте себе. А вот эти слова не являются вводными и никогда не обособляются. Это слова «вряд ли», «едва ли», «притом», «причем», «как бы», «вроде», «почти» тоже очень часто употребляемые в устной речи. Обратите внимание на то, что вводные слова могут быть похожи на члены предложения. Например, этот вопрос «казалось» затруднил гостя. Лицо его казалось спокойным. В первом случае у нас основа предложения «вопрос затруднил». А вот слово «казалось» является вводным словом, которое обозначает меньшую степень уверенности. А вот в случае «лицо его казалось спокойным» слово «казалось» будет глаголом-связкой в составном именном сказуемом. Откровенно сказать «я вижу его впервые». Основа предложения у нас «я вижу». А «откровенно сказать» в данном случае это вводное сочетание. И, как вы заметили, оно выделяется запятой. «Я прошу тебя откровенно сказать». «Я прошу», а вот «откровенно сказать» это уже другие члены предложения. «Я прошу тебя о чем сказать дополнение откровенно как обстоятельства». Итак, мы уже заметили, что только вводные слова выделяются запятыми. И они могут быть похожи на другие члены предложения. Разница в том, что к другим членам предложения можно задать вопрос. И они выполняют какую-то синтаксическую роль. Вводные слова не являются членами предложения. Они осложняют простое предложение. Рассмотрим следующие примеры. Ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид. В данном случае слово «однако вводное». Его можно убрать из предложения и употребить предложение без этого слова. Оно выделяется запятыми с двух сторон, так как находится в середине предложения. А вот второе предложение «Был уже месяц март, однако по ночам деревья трещали от холода, как в декабре». У нас слово «однако» является союзом. Сочинительный, противительный союз в значении «но». Собираешься значит уезжать? Слово «значит» здесь выполняет функцию вводного слова. Выделяется запятыми, то есть обособляется. А вот «понять человека» значит простить. Слово «значит» опять-таки выполняет роль вспомогательного глагола в составном глагольном сказуемом. Ученик прослушал тему невнимательно и таким образом допустил ошибку. А вот в данной ситуации надо поступить именно таким образом. Это обстоятельства. Итак, вам следует запомнить, что вводные слова надо отличать от амонимичных слов членов предложения. Вводные слова, как я уже сказала, можно убрать из предложения, и смысл предложения от этого не поменяется. Нам надо найти в тексте вводные слова и определить их значение. Друзья мои, читайте книги. Книги наши учителя и помощники, советчики. Они, безусловно, играли и продолжают играть главнейшую роль в развитии нашей цивилизации. Во-первых, книги рассказывают о том, что человечество совершило, передумало, чего достигло в далеком прошлом. Во-вторых, объясняют настоящее и, наконец, увлекают в мир будущего. Хорошие книги бесспорно развивают ум, помогают вырабатывать характер, формируют вкус. Польза от общения с книгами и в том, что они, без сомнения, повышают грамотность, прививают вкус к хорошему слову и, конечно, любовь к языку. Вы уже успели заметить, что в этом тексте очень много вводных слов. А также в начале предложения есть обращение, выраженное словосочетанием. Безусловно, во-первых, во-вторых, наконец, без сомнения, конечно, ребята, эти вводные слова имеют различное значение и степень уверенности, и порядок мыслей. А теперь я прошу вас определить тип речи этого текста. Как вы думаете, какой тип речи представлен в этом отрывке? Правильно, ребята, это тип речи – рассуждение. И мы знаем, что один из признаков рассуждения – это то, что в нем используются вводные слова. Они играют здесь особую роль, так как указывают на связь мыслей и последовательность изложения. Во-первых, во-вторых, следовательно, и так, таким образом, и так далее. Мы рассмотрели с вами вводные слова, а вводные предложения имеют такие же значения, что и вводные слова, только представляют из себя предложения. Например, «Я думаю, все будет хорошо». Здесь «Я думаю» – вводное предложение. Оно заменяет слово «по-моему». Это интервью, если я не ошибаюсь, было опубликовано год назад. Опять-таки, целое предложение можно заменить одним вводным словом – «по-моему». Но обратите внимание, во втором предложении вводное предложение присоединяется к подчинительным союзам «если». В устной речи, как мы заметили, вводные слова выделяются интонацией, а на письме они отделяются тоже запятыми, но могут отделяться и тире. Например, «Он», этого никто не ожидал, вернулся только через год. Вводное предложение, которое тоже можно убрать из предложения, при этом смысл предложения не изменится. В данном случае оно с двух сторон выделено тире. А еще у нас есть вставные конструкции. Ребята, они отличаются от вводных предложений тем, что в них содержится какая-то дополнительная информация. Они уже выделяются скобками и реже – тире. Например, «Алексей опоздал», а он прежде всегда приходил даже чуть раньше и демонстративно громко извинился за опоздание. Очень часто мы прерываем свою речь дополнительным предложением, которое мы вставляем в наше предложение. И это и есть вставная конструкция, потому что в ней содержится дополнительная информация. «Мой приход», я это мог заметить, сначала несколько смутил гостей. Я это мог заметить, тоже вводное предложение, содержащее дополнительную информацию. И вот, как я уже сказала, вставные конструкции распространены в устной речи, а также очень широко они используются в языке художественной литературы. Об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Это вводное предложение. Вот мы проезжаем через нашу деревню. Лет там и будет, как бы вам сказать, не солгать, лет 15. Обратите внимание, вот здесь уже вводное предложение содержит дополнительную информацию. Это уже вводная конструкция. Она выделяется, тире. Алексей, читатель, уже узнал его. Между тем, пристально глядел на молодую крестьянку. Опять-таки, вводная конструкция, которая содержит дополнительную информацию. Здесь она выделяется скобками. Ребята, я предлагаю вам поближе познакомиться с материалом учебника и написать эссе на тему глобальные проблемы человечества и пути их решения. Выразите свое отношение к какой-нибудь проблеме человечества. Не забудьте при этом использовать вводные слова. А также ваше эссе должно представлять из себя рассуждение. Спасибо. До новых встреч. Тема нашего сегодняшнего урока «Подобие прямоугольных треугольников периметра и площади подобных фигур». Так, давайте вспомним некие понятия. Средним арифметическим двух чисел называется их полусумма. А вот новое для вас понятие это среднее геометрическое или среднепропорциональное. Для двух положительных чисел m и n это будет вот такое выражение. То есть а будет равен корню квадратному из произведения чисел m и n. Маленький пример. Нам нужно найти среднее арифметическое и среднее геометрическое для чисел 3 и 12. Среднее арифметическое сложили, поделили на 2, 7,5. Среднее геометрическое перемножили, извлекли корень квадратный. Ответ 6. Найдите длину среднего пропорционального отрезков m, n и k, p с длинами 9 и 27 сантиметров. Пожалуйста, перемножаем m, n и k, p, извлекаем корень квадратный. Получаем вот такой иррациональный ответ. 9 корней из 3. Сейчас давайте мы с вами вспомним признаки подобия обычных треугольников. Это у нас был признак по двум углам, по двум сторонам углу между ними и по трем сторонам. Если речь идет о прямоугольных треугольниках, то эти свойства можно несколько видоизменить, точнее признаки. Если два треугольника уже прямоугольные, значит, у них есть по одному равному углу. И, следовательно, принцип по двум углам можно чуть-чуть упростить. То есть, если даны два прямоугольных треугольника и у них есть по одному равному острому углу, то треугольники подобны. Если у прямоугольного треугольника пара катетов пропорциональны, тогда мы можем сказать, что треугольники подобны. То есть, это означает признак по двум катетам. Также я могу сказать по гипотенузе и катету. Почему? Если мне гипотенуза и катет одного треугольника пропорциональны к гипотенузе и катету другого треугольника, то по теореме Пифагора, найдя оставшиеся катеты, я опять приду к этому признаку. Следовательно, прямоугольные треугольники обладают своими более упрощенными признаками подобия по двум катетам, по гипотенузе и катету, по острому углу. Давайте рассмотрим прямоугольный треугольник. Катеты его будут длинами А и Б, гипотенуза С. Если мы с вами опустим из вершины прямого угла высоту, то наша гипотенуза поделится на два отрезка. Эти отрезки имеют специальное название. Вот этот отрезок АД, он у нас называется проекцией катета Б на гипотенузу С. Аналогично, отрезок ДБ называется проекцией катета А на гипотенузу С. Давайте попробуем разобраться о связи длин этих отрезков. Вот я вам предлагаю рассмотреть получившиеся здесь четыре угла. Угол 3 и угол 1 будут равны между собой, угол 2 и угол 4 будут равны между собой. В результате я могу сказать, что на данном рисунке не просто три прямоугольных треугольника, а три подобных прямоугольных треугольника. Почему? Потому что у них у всех есть по равному острому углу. Вот давайте мы с вами рассмотрим, какие же треугольники будут подобны. Треугольник АСД будет подобен треугольнику СБД. И оба эти треугольника будут подобны треугольнику АВС. Что же из этого следует? Если я возьму пару АСД и АВС, посмотрите, что я могу сказать. АС относится к АД точно так же, как АВ относится к АС по определению подобных треугольников. Из чего следует, что АС в квадрат равен произведению АВ и АД, то есть АС является средним геометрическим для отрезков АВ и АД. Аналогично, если я рассмотрю два других треугольника, я получу отношение ВС к АВ и АВ к ВС, из чего получается, что ВС является средним геометрическим для отрезков АВ и ВД. Вывод делаем из этого. Вот наши выводы. Что если мне дается прямоугольный треугольник, у которого из вершины прямого угла проведена высота, то катеты этого прямоугольного треугольника будут являться средним геометрическим для гипотенузы и соответствующей проекции. Следующее. Мы помним с вами о подобии треугольников. Рассмотрим с вами другую пару треугольников. Рассмотрим с вами такое отношение. АД к СД будет равно СД к ВД. Что это нам даст? СД в квадрате равно произведению АД, ВД. То есть СД является средним геометрическим для АД и ВД. Делаем вывод. Высота в прямоугольном треугольнике является средним геометрическим для проекции катетов. Пожалуйста, высота прямоугольного треугольника является средним пропорциональным или средним геометрическим для проекции данных катетов. Вот давайте попробуем решить пару задач. Первая задача. Даны отрезки АД и ВД. Помним, это проекции катетов. Нам нужно найти линейное измерение данного треугольника. Давайте посмотрим. СД в данном случае как высота является средним пропорциональным. То есть перемножив 16 и 9 я получаю, что СД это 12. АС катет является средним геометрическим для проекции и гипотенузы. Гипотенуза 25. 16 и 25 я получаю АС 20 и аналогично я получаю для второго катета значение 15. Естественно, здесь можно было работать уже и по теореме Пифагора, но вот по новым пропорциональным отрезкам будем работать. Похожая задача. В данном случае просто ответы не будут получаться привычными для нас натуральными числами. Ответы остаются вот в данном случае только ДС вышло 6 хорошее число, а вот АС у нас будет иррациональное число 6 корней из 10. ВС также будет иррациональное число 2 корней из 10. Повторяю, можно было сделать 18 в квадрате плюс 6 в квадрате по Пифагору найти, 2 в квадрате плюс 6 в квадрате опять найти по теореме Пифагора. Третья задача. В прямоугольном треугольнике дан катет, данная проекция катета, нам с вами нужно найти другую проекцию. Пожалуйста, мы с вами знаем, назовем АБСХ, тогда мы с вами получаем следующее, что 6 это есть среднее геометрическое между катетом и гипотенузой. Возводим обе части этого равенства в квадрат, в результате получаем вот такое уравнение. Если у нас Х получилось 18, то ХБ получается 16. На этом слайде, ребята, представлены все формулы, которые мы должны знать про прямоугольный треугольник. А именно, ясно, что С равен сумме проекций. Вот три формулы, которые мы с вами только что доказали. И три формулы записаны при помощи теоремы Пифагора для данных трех прямоугольных треугольников. Следующее, что я хочу с вами обговорить, это подобные треугольники и что я могу про них узнать. Если два треугольника подобны, мы с вами знаем, это означает, что их соответствующие стороны пропорциональны, а соответственные углы равны. значит, я могу сказать, что если F1 и F2 подобные треугольники, то отношение всех их медиан будет тоже равно коэффициенту подобия. Отношение их высот также будет равно коэффициенту подобия. То же самое могу сказать про бисектрисы. То же самое могу сказать про периметры этих фигур. Пожалуйста, обратили внимание, запомнили, что отношение всех линейных измерений, соответствующих линейных измерений подобных треугольников всегда равно коэффициенту подобия. Что произойдет, если у нас фигуры будут несколько нестандартными, то есть, ну, не треугольники? В этом случае очень многое сохраняется, а именно, отношение периметров остается как К, отношение площадей же... Вот давайте подумаем, что же мы можем сказать про площадь треугольника? Площадь треугольника равна половине произведения стороны на соответствующую высоту. Если А и А1 соответственные стороны, значит, они связаны их отношение К, соответственные высоты связаны тем же отношением К, следовательно, площади будут уже относиться как К квадрат. Ну и давайте применим наше знание при решении задачи. Следующая задача. Даны две подобные фигуры, их наименьшие стороны равны 4 и 12 сантиметров соответственно. Нам нужно найти их периметры, если сумма периметров 76 сантиметров. Если наши стороны 12 и 4, следовательно, коэффициент подобия равен 3. А мы с вами только что сказали, что если коэффициент подобия 3, то и периметры будут относиться тоже как 3. Следовательно, я вместо P2 могу взять 3хP1. P1 плюс 3P1 76, следовательно, первый периметр маленькой фигуры 19, а второй фигурой будет 57 сантиметров. Вторая задача. Тот же текст, но разность площадей равна 160 квадратных сантиметров. Та же логика. k в квадрате, k у нас был найден в первом пункте, k в квадрате будет равен 9, следовательно, отношение площадей равно 9, вместо S2 беру 9, S1. В результате получаю, что 8 S1 это 160, значит, площадь маленькой фигуры 20 квадратных сантиметров, площадь большой фигуры в 9 раз больше, то есть 180 квадратных сантиметров. Таким образом, ребята, мы сегодня поговорили с вами о чем? О соотношениях в прямоугольном треугольнике, о пропорциональных отрезках, которые получаются в прямоугольном треугольнике, и о периметре и площади подобных фигур. Желаю всем удачи при решении задач. Здравствуйте, дорогие восьмиклассники! Тема сегодняшнего урока у нас с вами силовые линии электростатического поля. Я сейчас опять же начну урок с проведения небольшого опыта. То есть я возьму сейчас эбонитовую палочку, натру ее шерстяной тканью и обнаружу, что на ней есть электрический заряд. Наличие электрического заряда приводит к тому, что тела наэлектризовывают, то есть в них возникает дополнительная электрическая сила. Давайте вспомним с вами, сколько видов электрического заряда существует в природе. Два. Положительный и отрицательный. Для того, чтобы понять, как взаимодействуют между собой положительные и отрицательные заряды, мы должны знать следующее правило. Давайте я вам покажу эксперимент, а потом объясню, почему так происходит, почему происходит вообще электризация, куда направлены силовые линии, и вернемся к нашей теме. Обратите внимание, у меня на эбонитовой палочке достаточное количество заряда, который передался электроскопу. Давайте снимем этот заряд. Возьмем с вами стеклянную палочку и тоже натрем ее в другой искусственный кусочек шерсти. Посмотрим, что произойдет в данном момент. Очень слабо отклонилась в противоположную сторону. Что это означает? В одном случае электрическая стрелка электроскопа отклонится в одну сторону, а в следующем примере в другую. Это говорит о том, что у нас заряды имеют два значения. Давайте вспомним, что же такое заряд, что такое электрон. Мы с вами знаем строение атома, планетарную модель строения атома. То есть атом состоит из ядра, в котором находятся положительные частицы протоны, а также нейтральные числицы нейтроны. Если атом у нас электронейтрален, то количество протонов равно количеству электронов на его орбитах. Что же происходит, когда тело теряет один или более электрон? Представим себе, что 6 протонов, 6 электронов. Один электрон потерял. Значит, получается плюс 6 минус 5, это нам дает плюс 1. Атом заряжается положительно. То есть недостаток электрона приводит к тому, что атом заряжается положительно. Посмотрите, пожалуйста. Поэтому силовые линии, это условно принятое, конечно, обозначение, для положительно заряженного тела он указывает на том, что от него уходят заряды. Обратите внимание, стрелка не в заряженное тело, а от него. Так вот, чем больше числовое значение заряда, тем больше силовые линии его окружают. теперь давайте посмотрим. Хорошо, они вышли с отрицательного заряда. Тело, которое потеряло отрицательный заряд, куда же они подевались, куда они будут направляться. Так вот, если у меня атом получил, приобрел дополнительный электрон, то он у меня заряжается отрицательно. И физически, и математически это логически объясняется. Плюс 6 протонов минус 7 электронов. Из математики мы знаем, минус 7 плюс 6 даст мне минус 1. Значит, отрицательно заряженная частица или атом будет принимать, то есть силовые линии будут указывать, что сюда входит, заряд сюда входит, то есть он притягивает к себе заряд. Это как бы отдает, а этот притягивает. Поэтому в природе два разноименных заряда плюс-минус всегда притягиваются, так же, как и в магнитном поле. Отрицательный полюс притягивается к положительному. А одноименные отталкиваются по той простой причине, что они не видят друг друга в пространстве. Его силовые линии направлены в одну сторону, этого заряда силовые линии направлены точно в противоположную сторону. Обратите внимание, за сегодняшний урок сколько раз я сказала силовые линии. Значит, для того, чтобы понять, что такое силовые линии, мы должны с вами вспомнить, какая же величина характеризует эти линии. Вектор напряженности. Вектор напряженности характеризует густоту силовых линий. Как они направлены, мы с вами сейчас разберем. Вот, как я уже говорила, положительно заряженное тело. Это не частица положительно заряженного тела. Силовые линии выходят из него и входят в отрицательно заряженное тело. Чем больше заряд, тем больше будет силовых линий данного взаимодействующего тела. Пожалуйста, если есть возможность, желательно, конечно, чтобы вы это все перенесли в свои тетради. Сейчас я вам продиктую, что называется силовыми линиями. И на примере покажу. Вот на примере вот этого макета, ребятки, я вам хочу показать, как направлены силовые линии. Опять же, я повторюсь, скажу, что чем больше электрический заряд, тем плотность силовых линий больше. Так вот, представим себе, что это макет силовых линий. Они пока не заряжены, никакого заряда нет. Как только я приближаю к ним электрический заряд, смотрите, они выстраиваются вслед за этим зарядом. То есть, создается направленность электрических силовых линий электрического поля. То же самое могу показать на прямоугольном теле. Смотрите, как они начинают искать направление заряженного тела, вращаясь и устанавливаясь на том же уровне. Вот у меня здесь такая пластина. Значит, она, у него, внутри нее находится масло, предварительно был откачан воздух, вакуум. Металлические опилки находятся в центре. И вот они выстраиваются по направлению силовых линий заряженного тела. Обратите внимание, куда идет заряженное тело, силовые линии, вот они также идут за ним. Значит, после всего сказанного, надеюсь, вы это все увидели, я сейчас разрушу силовые линии. Они принимают первоначальное состояние под действием силы тяжести, опускаются вниз. Успокоим, пусть лежат, отдыхают. Так вот, силовые линии электрического, электростатического поля это линии электрического поля, касательные к которым, касательные к которым, в любой точке совпадают с вектором напряженности Е в данной точке. Силовые линии имеют следующие основные свойства. Силовые линии, первое, не замкнутые, второе, силовые линии непрерывны, и третье свойство, силовые линии начинаются на положительных зарядах, заканчиваются на отрицательных. Вот, еще раз я вам нарисовала пример такой, положительно заряженная металлическая пластина, отрицательно заряженная металлическая пластина. Силовые линии идут от плюса к минусу. Вот их густота и характеризуется вектором напряженности. Если тело просто заряжено положительно, то силовые линии будут выходить из него. Так вот, ребятки, давайте еще раз я вам покажу направленность силовых линий. Смотрите, в стационарном состоянии мои стрелочки находятся в состоянии покоя. Как только я подношу к ним заряженное тело, начинается движение. Движение, они хотят восстановиться вокруг вот этого электрически заряженного тела, то есть показать его направление. Вот это очень интересный эксперимент, который показывает. Вот смотрите, вот здесь как красиво полуокружность образовалась. Обратите внимание, силовые линии двигались вокруг этой окружности. Давайте на закрепление решим одну задачу, носящуюся к вектору напряженности электростатического поля. Давайте на сегодняшнюю и пройденную тему решим одну задачу. Нам надо найти силу действующую на электрический заряд, числовое значение которого минус 4 кулон. Воздействие на этот заряд со стороны поля, это значит вектор напряженности, у нас равен 4 кН, деленный на кулон. Спрашивается сила, действующая со стороны поля на данный заряд. Давайте вспомним формулу. Прежде чем перейти к решению, нам надо сделать с вами С. Здесь будет 4 на 10 в третьей степени ньютон, деленный на кулон. Как вы помните, решение задачи в физике происходит с того, чтобы написать формулу, стоящую под знаком вопроса. Давайте запишем эту формулу. векторном виде я записываю F равно E умноженное на Q. E нам дается, Q дается, остается только вычислить. Так, 8 на 10 в минус 4 степени кулон. Я умножаю на 4 на 10 в третьей степени ньютон, деленный на кулон. Следим за единицами измерения. Естественно, кулон с кулоном сократился, сила вычисляется в ньютонах, значит, задачу решаем правильно. Остается произвести математические действия. 8 на 4 у нас с вами 32. 10 минус 4, 10 минус 3 сократятся, останется минус 1 умножить на 10 минус первой степени ньютон, а это будет равно 3,2 ньютон. Вот с такой силой поле действует на заряд. Пожалуйста, задачу желательно переписать. На сегодня достаточно. Сейчас я вам запишу дальше домашнее задание. В конце параграфа должны будете сделать ряд задач. Так, пожалуйста, надо возьмите параграф 5.10. В конце этого параграфа, ребятки, у вас есть упражнение номер 7. Упражнение номер 7. Желательно выполнить его. Задачи там несложные, достаточно увлекательные. и простые. На сегодня, ребятки, все. Надеюсь, вам урок понравился. Увидимся еще. До свидания.